Сержик Анкол. В общем говоря, Сержику давали суперавансы перед началом сезона. Говорили, что Сержик-то, ну, очевидно, идёт в ПО. Очевидно, Сержик суперпретендент. А он в первом туре внезапно отлетел от Аншент Фламе, у которого даже не было волка СМБ. Ну, это как бы, ну, такое. Не самый приятный расклад, вот. Ну, пранку на Анкола вообще никто не ставил. Сержик получил атаку. А Анкола... Девочка Бладвайзер, аптечка, маг. Стандартный такой набор, в принципе. И рерольчик ещё получен. Мелоча приятна, как бы. Ну и фанаты болеют за Сержика. Надо болеть. Минус один. Лонор. Неприятно. Вот. А, ты отдал атаку, Анкол. Ну, я не удивлён. С магом, в принципе. Ну вот, давай смотреть, Решпель. Давай смотреть. Минус два с лоса. Отличный старт у Хаоса. МБ Клавса и МБА. Две шестёрки. Просто бинго. Ещё и ПОшем. Ну, вообще, когда Анкол не взял минус три с лоса, вообще, как бы, очевидно, что старт для Сержика топовый. Это вообще сказка. У Анкола нету замен. В данный момент начинает казаться, что теперь Сержик-то даже против мага должен, в общем, делать всё, что нужно. Полёт шмеля. Три куба даётся. Да, тут минус сила. Это бракованный игрок. Но не убил. Окей. В общем, по всем параметрам ситуация для Сержика пока не торт. Реролл обязательно. Ну, не знаю. А я бы реролил. А мне кажется, это ошибка. А вот это наглость. Вот. Да, да, да. Ну, Анкол это вообще не смутит. Ну, это не знаю, как бы. Ну, вот зря. Зря. А я считаю, Сержик плохо сыграл. Ну, вот это, вот это. Вот это. Не знаю, что его ост... Ой, 1-1. Вот это и не повезло, конечно. Я понимаю логику Анкола. Ой, как не повезло. Ой, как не повезло. Ну, честно говоря, Сержик прям вот... Вот прям все делал правильно до нитрата реролла. Мне не нравится. Игра его простила, конечно, потому что скаттер говно. На самом деле это говно скаттер. И единичка на первом дабла, на первом же дадже. Очевидно, это повезло. Перехват. Ну, не знаю, ребят. Ну, все на стороне Сержика. Просто невероятная удача. Невероятная пруха. А, кстати, еще один вопрос. Вот, что мне не нравится в Сержике, что он маринует пятку сзади. Особенно на своей атаке. Маринование пятки сзади, это абсолютно прохладная идея. И я как бы... Не спойлери, Анкол. Не спойлери. Мне кажется, в таком матче, особенно когда ты делаешь минус 2, минус 3 слоса, пятка бы пригодилась бы. Определенно. Ну, в смысле, пятка просто сильная, сильная фигня. Вот. Время, конечно, очень плохо играет против Анкола. Вот. У Анкола все гиперпрохладно. Удар в 2 куба по воину. Привет, Дарингарушка. Притом, у Анкола были все шансы. Но, конечно, то, что сейчас выходит, это... Это дикая печаль. Немножко странно Анкол здесь дерется. Но... Офига. И в конце... Ну, не знаю. Зачем остался ВКонтакте, мне непонятно. В том плане, что можно было блицануть ВИЧкой, например, как-нибудь. Ради интереса. Ну, ладно. Ну, с другой стороны, он оставил только 2 удара Хаосу. В смысле, блиц и 1 удар вот сейчас. То есть, не самый худший размен. Пятка эффективнее в дефе или в атаке? Зависит от ситуации. Сейчас пятка была бы охрененно эффективна, я тебе точно говорю. Сейчас бы пятка сыграла бы. Просто пяткой бы можно было бы приговорить к смерти вот этого семиарморного бегуна. И при том, потеря пятки на удалении не сыграла бы, потому что гигантское преимущество на поле. И как бы... Почему бы и нет? Просто скажем так, в этом матчапе, в этой ситуации атакующая пятка имеет смысл. Говорю прям как человек, который только пяткой орудует в основном. Пятка хороша просто, когда у тебя бустовый урон. То есть, если ты сразу выбил несколько игроков, единичка на мага, ну, не знаю, ребят, ну, просто все на стороне Сержика. Просто вот все, что пока происходит, даже тот момент, где Сержик сыграл плохо, как-то, знаете, как про Калена шутили, да? Что Калену прет, даже когда ему не прет. Но здесь просто перфекция сдача для Сержика. Это выигранная игра. Вот в этот момент, теоретически, это просто выигранная игра. Дарки здесь не могут ничего. Серьезно, ребята. Вот в этой ситуации... Ну это было опасно, кстати говоря Ну конечно не, ну обидно Анколу просто откровенно суперски не прет Но блин Это была хорошая попытка И опять единичка Что-то как-то Анколу не очень Не везет ему прям Ну вот, Рашпель, смотри Я могу Как-нибудь написать гайд по фалению Но суть такая, еще раз Если ты сделал минус 2, минус 3 на лосе Пятка уже в любом случае будет в плюс Особенно если у оппонента нету замену У Анкола замен нету А у тебя есть при этом Это первая мысль Вторая мысль, да, пятка в защите хороша По многим причинам Но, опять же, у Серджика было очевидно Что он что-нибудь да убьет на лосе Очевидно Да, фалить надо всегда Просто я еще, вот, конкретно в этой ситуации Фалы для Серджика были бы Охрененно удачны и хороши В этой ситуации для Серджика фалы Были бы просто перфектные Удар в 3 куба Опять будет по Твер по силовику Реролл Ну это хороший, правильный Хаосис Керри Ролл В этой ситуации Спасибо, что не травма Как говорится Приятная шестерочка в 1D Хотя, конечно, удар такой Специфический Не, все здорово Серьезно В смысле Здесь все складывается просто идеально Анкол словил весь анлак Который можно было схватить В первом тайме, наверное Как бы хуже Хуже уже быть не может Слушай, Евгеник, а ты еще тут? Как-то очень нагловатый Серджик играет Он собирается давать в 3 куба Ударом Бэк Лавсой ПО Ну, шестерки найдены Хорошо получилось От души ПОшить Не, ну это правильное решение Потому что Вот забивать Вот это ошибка На самом деле В том плане Что Это показывает Что Сержик Ну, абсолютно Полностью Не уважает Анкола Он типа Это гол При котором Ты говоришь Типа Я пришел сюда Фармить тебя Это полное неуважение Серьезно Сейчас прям Без своей Типичной иронии Ребята Это неуважение Я считаю Что это Ну, разбитие лоса Специфическое, конечно Я считаю Что Сержик Зря это сделал Очень плохой лос Очень плохой лос Просто отвратный Я уж не знаю Можно ли это назвать Высокомерием Со стороны Сержика Но я такое Не одобряю Ну, Анкол Конечно Охреневший Без вопросов Вот это Вот это Конечно Вот это Конечно Я не знаю Типа Не, ну Красиво сыграно На самом деле Красиво сыграно Но это настолько Охреневшая игра Вот Я бы просто После этого Добавил бы Обоссон Вот Ну, грубовато Звучит Но согласитесь Что Ну, это Максимально Наглая игра Ну, кубы в мяч Кстати, есть Анкол дал Кубы в мяч Это, наверное Расталка против Выталкивания Не работает Но против Анкола Не работает Рэйвен Понимаешь Против Анкола Она не работает Вот Анкола Немножко Про другое Все Суперкубы В мяч Пятая сила Летит Травма Вообще Прям пушка Нулевой Воин Прокачался Аптека Опа Ничего себе Слушайте Я чувствую Что матч Будет интересным Я уж Я уж прям Смотрю Интересный матч Прям Чувствуете, да? Ну, как бы Ну, тут просто Выбивание мяча А не лучше ли было Так, сброс мяча Работает Не поймал мячик Скаттер Отвратительный Это Это, наверное Худший скаттер Который мог Ну, не худший Один из худших Сейчас Агильщик Будет подходить Подбирать мячик Смотрите Рерол Ну, хотя Не, не, не На самом деле Вру Хороший скаттер На самом деле Это хороший скаттер Анкол Не жадничает Он мог Пожадничать Он мог Выталкивать Козла При желании Но не стал Этого делать Все сыграло Ребята Все сыграло У Вички Абсолютно все Сейчас чувствую Какая-то херня Произойдет Подбор Додж подбор Рерол Единички Обидно Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Да я тоже был не готов, в принципе. Да, против... Ну, я не знаю, как против такого сыграть, ребята, честно. В смысле, как бы... А кто из вас вообще может понять, как против такого сыграть? Да я видел кубы там 6-6-6-6-6-6. Просто я не знаю. Это серьезно демоническая игра. Здесь прикольная игра от Сержика. Очень крутое проталкивание на Блиц. Прям суперкрутая игра от Сержика. Реально, ребята. Это хай-класс игра от Сержика. Это проталкивание я тоже видел. Но то, что он его еще и привернул, это круто. Реролл. Вот, знаете, немножко обидно сейчас. Потому что Сержик сделал крутое проталкивание, а получил... Ну, ничего не получил, в принципе. Не, ну, согласитесь, что как бы, ну... Так, если говорить серьезно. Сержик допустил только одну ошибку. Я имею ввиду, не стал сталить и добивать эльфов. Но все, что происходит потом, это, конечно... Это, конечно, отдельный разговор. Слушайте, я всякую херню видел в Бладбоуле, но такое я еще не видел. Я просто не знаю. Кто-нибудь, подсчитайте на калькуляторе, какова была вероятность убежать в этой ситуации у Анкола. Без рерола. Притом, чтобы потратил рерол на первое же действие. Мне кажется, мягко говоря, не очень высокое. Ну, то есть, как бы, все шло к тому, что Сержик сделает 2-0. И на этом матч кончится. А вместо этого... Как бы, вы видели. По заветам Риина сыграно. Но, я думаю, даже Риин нервно курит в сторонке. Попытка выбить Вичку. Ну, мысля хорошая, конечно. Не, ну, как бы, с одной стороны, с одной стороны, Сержик неправильно сделал, что отдал Анколу такую раннюю атаку. С другой стороны, я, конечно, не спорю, что все, что происходило дальше, это пиздец. Ну, серьезно. Как бы, от такого не отобьешься, даже если очень сильно захочешь. Вот. Ну, слушай, Рэш, одно дело, что Риин свои финты делает в Сале, а здесь все эти финты делаются в Вышке. И при том, не против каких-то игроков из Сала, а против Сержика. Вот, как бы, от этого разрыв шаблона происходит. Блиц, идеальный ивент для Хаоса. Ну, не, ну, стоит сказать, что в первом тайме, в первой половине первого тайма, Хаосу перло на все. Это чистая правда. Но, блин... Ну, вообще-то, серия Даджей мимо такла, Рашпиль, была не самая простая такта. Это было в Корсе. Ну, Корс, кто играет Корс? Пупок не играет, я не играю, значит, никто не играет, очевидно. Ну, вот сейчас у Дарков опять все стало очень плохо, вот. Я прям даже не знаю, ну, вообще, в общем, похоже, что... Тачбэк? Ну, это, кстати, хорошо. Для Анколы это радость. Похоже, что... А, нет, кстати, странно. А не лучше ли было сделать это без Блица, чтобы вытолкнуть козла и просто оттянуться назад? Ну, продать, допустим, или доджить здесь. У меня, знаете, не покидает ощущение, что сейчас произойдет какая-то херня. Вот у меня при играх Анкола перманентное ощущение, что что-то такое произойдет. Анкол отдал на продажу уже двух игроков. Минимум двух игроков. Это хорошо. Прикрытие относительное. Ну, это как бы еще один игрок на занос. Прикрытие, там, вся фигня. А Марка Козлика у края поля будет? Вот, а, а, а... Не, ну, ладно, я понимаю, прикрыл мячик от козла наискосок. Но, как бы... Почему вот этот парень не встал, например, вот сюда? Ну, ладно. Ну, Сержик делает те удары, которые ему дают. Это чистая правда. Какая-то херня происходит с серединой первого тайма? Не, ну, как бы... Мне кажется, что это не конец. Вот, знаете, реролл. Что-то меня не покидает ощущение, что это только начало. Вот Сержик так встает, как будто не верит, что онкол опять пойдет и вытолкнет. Ну, ладно, решил прикрыть. Не могут повалить убийцу с МБ Клавсу, обидно. Не, ну, то, как Сержик пропустил, я даже не знаю. Слушай, мне стало интересно. А он на форуме как-нибудь отписался после этого? В смысле, я бы... Ну, знаете, я уже готов признать, что если бы онкол еще забил бы в этот ход, я бы сразу назвал бы это самым красивым ходом, который только был. Вот. В этом сезоне. Так, пока Лена держит самый красивый гол. О, ребята, сегодня вечером наш молодой бог играет против арткости. То есть завтра посмотрим на молодого бога. Евгеник, есть тебе маленькая просьба на будущее? Вот. Если ты еще тут. Не надо писать вещи типа... Ребята, давайте пока онкол там крутит яйца Сержику, я вам зачитаю одну миссагу. Вы можете сразу начать смеяться. Всем привет! Сегодня ожидается, что наш матч почтит своим вниманием звездный стример Сингола скрасит наш стрим своей аналитикой по Дискорду. Вот. Ну, хорошо, что по Дискорду, а не по игре, конечно. Это точно. Вот. Но вот сама фраза звездный стример Сингола, это почти как звездный крейсер Галактика. Вот. Вот. У меня холодок почему-то по спине пробежал, когда я это прочитал. Вот. Не в обиду сказано. Вот. И я знаю, что все думают, что у меня супер ЧСВ, но это... Это немножко не так. Вот. Стесняешься? Конечно, стесняюсь. Я же не очень. Пойду бухну, а то испанцы в голове пытаются лбы пробить. Рейвен, ты как бы... Ты бухнешь, в смысле, в первый раз? Или ты прибухнешь, потому что у тебя алкогольная интоксикация до сих пор? Это разные вещи. Сержек хорошо обжал. Ну, за счет преимущества в игроках это делать нетрудно. Вот. Должен играть на эмоциях. Но вот Рейвен сказал про испанцев, и я подумал про испанский стыд. Вот. И ц-блок. Неудачный блок, конечно. Все тяжелее онколу усталить в этой ситуации. Надо сейчас еще прокинуть додж внутренним чудачком, чтобы прикрыться. Это обязательный ролл. Обязательный. Здесь выбора уже мало. Вот. Когда я похмели, не существует. Окей, окей. Не успевает немножко Сержек догонять. Он уже просто на перехват встает. Это похоже просто на перехват. Привет, дрын. Вообще-то, когда я говорю дрын, мне вспоминается... Помните, был Крэйзи Фрок, который... Была переделка песенки из, по-моему, полицейского из Беверли Хиллз. И он такой... Дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. И дальше музыка играла. Вот. Такой лягушонок, у которого почему-то гениталии были в ролике показаны. Не знаю почему. Вот. Да, белый цвет идет, Даркам. Ну, вот сейчас похоже, что Сержек выиграл. Вот. В смысле, это еще и пробой, отличный скаттер, теперь агильно мувный еще роняет игрока, но все очень плохо. Сейчас очень тяжело вывернуться из этой ситуации Анколу, слишком много игроков лежат на земле и как бы не знаю, что нужно сделать, чтобы его потащить, вот. Крейзи фрок, да, да, предкости брак. Только не говорю, что сейчас мячик отдашь Вичке. Это будет Блиц и подбор, что ли, или... Так, шестерочка, приятная шестерочка. Подбор будет... Будет подбор и пас, что ли? Каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе... Спасибо за поддержку. Давай еще хотя бы пару игр, я подумаю. Я, может, ага, ладно, плюну, сыграю одну игру, например. Че, как? Да нормально, живем потихоньку. Пас будет, вот видишь, пас пока не было. Пока мячики только прикрыты, все плохо, вот. Привет, Тирсов Бладдесс. Не, ну тяжелая ситуация, я не знаю, как Анкол собирается из нее выбираться. Конечно, трупы лежат очень качественно, так что в мячик прям нормально не дать, кроме, ну, имеется в виду, стаклом. Шестерка, ну это вообще, ну, Сержику зашло. Хотя, вот, вот за поле, если бы сейчас мячик улетел бы за поле и выпрыгнул бы наверх, было бы слегка опасно. А, женился кто? Я? Пф, не, я-то че? А, че ты вообще сделал этот вывод, Костебрак? Мне еще доженить бы, блин, как классно играют две головы. Реролл будет. Надо делать реролл. Ну все, это 2-1. Изейшая для Сержика, вот. Блиц в один, нет, прыжок. А зачем надо было прыгать для удара, если удары отсюда и отсюда одинаковые в 1D? Я не понял. Так, доджи подбор. Так. Пас убийца. И перехват. Ой-ой-ой. Слушай, это второй перехват, по-моему, от этого игрока. Нет, первый. Там, по-моему, другой воин нулевой тоже сделал перехват. Чейн-блок? А! Тогда да, тогда хорошо. Тогда понял. Согласен. Чейн-блок это хорошо. Два перехвата уже у Сержика прям. Все складывается так, как надо. Еще и клетка. Ну, как бы... Теперь Сержик не просто забьет. Теперь Сержик еще и забьет игроком, которого нужно качать. То есть можно сказать, что у Сержика все просто идеально. Удар не получился. Рерол не тратится. Это правильная мысль. Рерол здесь тратить нельзя. Но есть шансы... Так. Это в красное? Так. Идеально. Идеально. Скаттер. Скаттер сложный. Подтакл. Подтакл зону еще. Два ГФИ. Пас 4 плюс и... Ну, я не знаю, как бы что-то сказать. Единственный вопрос вот какой. С учетом того, что не тратил Сари Ролл... С учетом того, что не тратил Сари Ролл... Можно было с чистой совестью сделать два плюс удар в борьбу на... И если бы он был удачный, можно было бы сталить еще ход. Можно проводить эльфа в газовую камеру? Не, ну... На мой взгляд, как бы... Ну, и Сержик, очевидно, должен был... Ну, это как... Как игра, в принципе, Шведа и Лилы. Вот. Вышку выходят, как бы... Вышку выходят либо на скиле, либо на сверхъестественной удаче. Вот. Это удача около сверхъестественная. Так, стоп. Просто я бы на месте Сержика... Слушай, Анкол, а Сержик что-нибудь писал в чате? Мне просто интересно. Потому что я бы что-нибудь написал бы, наверное, после такого. Мячик идеально в руки упал. И, к слову, разница в болельщиках так или иначе сыграла. Почему тебя сейчас смотрят 50-70 человек? 61. Я не понимаю, как работает стрим вообще-то. Я тоже не понимаю рандом. Не знаю. Это какая-то вещь очень далёкая. Я вообще далёк от стриминга. Очень хорошо, что прыгун-борьбун... Нет, подождите. Нет, подождите. Где прыгун-борьбун? А, прыгун... Ну да, прыгун-борьбун отдыхает. Вот. Прыгун-борьбун отдыхает. Это очень хорошо. В принципе, у Серджика довольно простой гол относительно. Вот. Но у меня на Ютубе ничего и нет. Никто не стримит на Ютуб. Ютуб — мёртвая стримерская платформа. Вот. Ну, сайдстеппер сел на мячик. Другой вопрос, что такл добегает. И дарки немножко далеко. В том плане, что если Серджик сейчас просто повалит под катера, то всё хорошо. Её надо просто повалить под катера. Притом желательно сделать это даже в... Вот. Да. Да. Теперь это будет удар, наверное... Клетка построена чуть ниже. И удар в... Даже не клетка, видимо, будет. Удар в три куба будет. Привет, Менг. Я стримил только на Ютуб. Ну, Евгений, ты единственный из всех стримеров по Бладболу. Стримишь только на Ютуб. Слава богу, кубы нашлись. Нет, ну если бы Серджик ещё и прииграл бы этот матч, я не знаю. Я думаю, он сразу бы освоил лунную программу или что-нибудь подобное. Потому что то, что происходит в этом матче, это просто за гранью. Просто за гранью. В том плане, что... В том плане, что... Я не знаю. Оба гола, которые забил Анкол, это... Это чудовищно. Просто чудовищно. Не, это круто, но чудовищно. Да ну нет. Ну Анкол, ну... Один-один. Ответная. Хух. Я уж испугался. Я уж думал, сейчас всё, сейчас Анкол ещё и выиграет. Это было близко. Это было очень близко на самом деле. Если бы там ещё были бы хорошие скаттеры. Но это ответный 1-1. И ещё Серджик прямо мстит. Насколько может. И заметил, что Дарки получили две травмы практически на старте матча. И ещё дали травму по силе... Ну, по-по-попрыгуну. И после этого Хаоситы не делали травм. Я ведь правильно помню, да? Да. То есть у Хаоситов просто был бустовый пробой на первый ход. И после этого пробой отрезало вообще. Вот. Ну, рандом. Я подумаю насчёт плашки донатов на Ютубе. Но я к тому, что на Ютубе нет зрителей. Я именно про это. Может быть, с точки зрения просмотра он получше? Но на Ютубе просто нету зрительской массы. В принципе. Привет, Латонин. Утро доброе. Ну, так, нормально. 2-2. Ну, наверное, это вообще был самый вымученный матч Серджика за очень долгое время. Ну, и можно сказать, что старт сезона у Серджика неприятный. То есть, грубо говоря, проигрыш с Некром и ничья с Анколом, это неприятно. При том, что на Фламе и на Анколы, мягко говоря, никто не ставил перед началом сезона. А оно вот как. Оно вот как. Армор 40%, но зато на травму 86. Очень плохие броски на травму были у Серджика. Вот. Не стали в первом тайме. Ну, слушай, Лока, заметь, что во втором, скажем так, при счете 1-0, Серджик был на 3 порядка ближе к тому, чтобы сделать 2-0, чем то, что было... Ну, мне кажется, как бы, ну вот... Ну, Серджик не уважал Анколы, очевидно. Но на то были причины. Ну, да, я не спорю, сам виноват. Частично.